Здравствуйте, это Дежурный по городу. И сегодня по просьбе одного из интернет-пользователей мы приехали на Литовский ВАУ-48. Давайте смотреть на проблемы, связанные с этим двором. В нашу группу ВКонтакте поступила жалоба от Татьяны Валерьевны, где она от лица всех молодых мам рассказала о плачевном состоянии детской площадки, плохой придомовой дороги и отсутствии тротуаров. Мы с нашей съемочной группой выехали по указанному адресу и сразу же встретили одну из молодых мам. Единственный плюс наших тротуаров, что младенца очень хорошо укачивает, он хорошо спит на таких дорогах, но везти его очень проблематично. Дорогие наши власти, помогите нам, пожалуйста, сделайте нам хорошие дороги, чтобы и дети на велосипедах могли проехать. И коляски не требовались полный привод, чтобы преодолеть какую-нибудь яму или ложу. Далее осмотр детской площадки, которую, кажется, ни разу не ремонтировали со времен Советского Союза. Я заметил, что эта детская площадка не только предназначена для детей, но и для очень четких пацанов, поскольку здесь валяются пивные крышки и бычки. Заметьте, как низко расположена скамейка. Я понял, почему. Чтобы прямо в полуприседе дойти до ближайшей качельки. Дети, проживающие на Литовском валу, заметили нашу съемочную группу и рассказали, почему им не нравится их площадка. Мне не нравится моя площадка, потому что здесь качели, на них невозможно кататься, они слишком маленькие, здесь нету горок, здесь обычный песок. Все разломанное, не крашеное. Мне не нравится то, что здесь очень много пьяных, как дети постоянно собираются. Дети не могут проводить нормально свое время. Двор не устраивает и старшее поколение. Я живу в этом доме около 40 лет. С тех пор ни одного раза никто не ремонтировал тротуары. Социальная реклама. Ровные тротуары Калининграда. Их осталось так мало. Это был дежурный по городу. Возможно, власти не знают, как исправить проблемы, связанные с этим двором. Поэтому я с помощью монтажа покажу им, как это можно сделать. Павел Яркович, Михаил Ильбаум, Служба новостей, город.